Ко дню России в Дагестане в эти дни приурочено немало мероприятий. Так, в конно-спортивном комплексе «Зебра» прошел настоящий олимпийский конкур. 25 участников из Дагестана и Чечни боролись за звание лучшего. Призовой фонд – 200 тысяч рублей. Для гостей представлена обширная культурная программа, а также вкусные угощения. Мой коллега Карим Данеев теперь не понаслышке знает, что конкур – это самый зрелищный из конных видов спорта. Ему слово. Конкур – один из самых красивых и сложных видов конного спорта. В Дагестане он находится на стадии возрождения. И здесь, на территории спортивного комплекса «Зебра», проходит первый официальный чемпионат республики. Клуб «Хорсес-5» – город Махачкала. Это рыжий жеребец буденской породы 2011 года рождения. Хадиджи меньше года назад села впервые на лошадь, а конкуром занимается 9 месяцев. В ее портфолио уже 4 старта. Хадиджа Халилова – самая молодая участница соревнований. Ей всего 11 лет, но в седле она держится уверенно. На возраст тут никто не смотрит. На первом месте – навыки и умения. Часто выступаешь на соревнованиях? Ну да, когда бывают соревнования, я всегда не выступаю. Пока первых мест не было, но были и вторые, и третьи, и четвертые. Ну все впереди, да? Да. Как сегодня прошел заезд? Ты довольна или… Сегодня, ну, можно было и лучше, конечно, но так получилось. Всего в соревнованиях принимает участие 25 человек. Они оспаривают награды в трех дисциплинах с высотой препятствий 60, 80 и 100 сантиметров. Призовой фонд соревнования – 200 тысяч рублей. Победителем стала Яна Сергеева на лошади по отличке «Грин» конно-спортивный клуб «Зебра». Этот турнир пока что регионального уровня, но учитывая темпы развития олимпийского конного спорта в республике, чемпионат имеет перспективы стать всероссийским. Данный факт отметил и эксперт конкурса, главный конный комментатор страны Евгений Скомаркевич. Ну, это муниципальные соревнования, будем говорить, на сегодняшний день, которые в скором времени, я думаю, перерастут в статус всероссийских соревнований. И сюда приедут лучшие представители нашей страны, и не только. И мы увидим здесь, в Дагестане, очень красивый конкурс. На сегодняшний день он уже красивый, потому что всадники уже опытные, едут хорошо, не хуже московских спортсменов ни разу. То есть всадники, которые выступают на уровне. Но, думаю, в ближайшее время сюда приедут очень многие и увидят эту красоту, и просто ахнут. 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 Именно ахнут. Хорошо. Спасибо большое. К лошадям у дагестанцев особая любовь, поэтому и трибуны полные. Соревнования по стилю и значимые гости. Среди них духовный лидер республики Шейх Ахмад Афанди, председатель народного собрания Заур Эскендеров, а также другие официальные лица и известные спортсмены. Специально на чемпионат приехал и экс-мэр Олимпийского Сочи, а также представитель президента Совета Федерации конного спорта. Это очень красивый вид спорта, олимпийский вид спорта. И вот эта связь человека с лошадью, и когда это превращается в такой красивый вид спорта, когда такая прекрасная площадка, прекрасные кони, может быть, пока сегодня не очень большие высоты, но мы обязательно будем поднимать планки каждый год. Вот такие у нас планы. Организаторы турнира позаботились и о маленьких зрителях соревнований. Вниманию детей и их родителей была представлена обширная культурная программа с выступлением аниматоров и другими развлечениями. Карим Даниев, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. Корректор А.Кулакова Продолжение следует...